Космос снова наш! Московский государственный университет занимается и космическими исследованиями. Начиная с 2005-го, ВУЗ отправил на орбиту уже два собственных мини-спутника – Татьяна-1 и Татьяна-2. Ни один университет мира не может похвастаться такими достижениями. А недавно список пополнился еще одним аппаратом. Александра Панина выяснила, чем займется космический странник. Ломоносов в космосе. 28 апреля с космодрома Восточный ракета «Союз» вывела на околоземную орбиту очередной спутник Московского государственного университета. Об этом на своей пресс-конференции рассказал его ректор Виктор Садовничий. Ломоносов изучает процессы, протекающие в верхних слоях атмосферы, радиационные характеристики Земли, следит за астероидами и мусором, анализирует работы вестибулярного аппарата и органов зрения человека в условиях невесомости. Проект полностью финансирует МГУ. В будущем новый спутник станет флагманом космического флота университета. На самом деле я бы назвал это не спутником, а космической станцией. Ну, высота этого спутника, это станция около 3 метров, вес 650 кг, для космоса это очень солидный вес. Надо вывести этот вес около 200 кг оборудования, связанных с научными приборами и исследованием. Проект международный. В нем участвуют Россия, Дания, США, Южная Корея, Мексика, Норвегия и Испания. Данные со спутника будут предоставляться всему научному сообществу. Запуск Ломоносова должен был состояться еще в 2011 году, но был отложен до сдачи нового российского космодрома «Восточный». Космодром производит гигантское впечатление. Я видел Брисецк, видел Бриканур. И могу сказать, что он выгодно отличается своей мощью, удобством и замыслом по функциям. Ломоносов уже передал первые данные. Например, информацию по бразильской магнитной аномалии и по микроускорению микровибрации. Скоро аппарат выйдет на полную проектную мощность. Помимо космической программы МГУ разрабатывает еще два направления – суперкомпьютер и ноев ковчег – хранилище биоматериалов редких и исчезнувших животных. Наш университет вообще выделяется, и наш суперкомпьютер, и я очень рад, что все-таки запустили спутник. Александра Панина, Леонид Бабков, образовательный канал «Просвещение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова